Всем привет! В эфире «Спортивная среда». Железный аргумент в пользу ивановского спорта. Пауэрлифтеры из нашего региона стали триумфаторами всероссийского мастерского турнира, который проходил в Вологде. Участие в соревнованиях приняли 250 сильнейших спортсменов из 30 регионов. Ивановскую область представляли всего двое участников – Сергей Сурков и Мария Ковальская. Но привезли они на малую родину целый урожай наград. Мария Ковальская заняла первое место в двух дисциплинах – пауэрлифтинге и силовом двоеборье. Сергей Сурков собрал абсолютный комплект абсолютного зачета. Четыре первых места в четырех дисциплинах. Общий вес – 737 килограммов. И это без экипировки. Что в себя включает пароличник? То есть это получается три движения – присед, жим и становая тяга. В приседе результат у меня получился 245, в жиме лежа – 190 и в становой тяге – 302,5 килограмма. То есть это получается результат мастера спорта международного класса по триеборью, по становой тяге и по силовому двоеборью. Для меня не было тяжелым. То есть получается здесь оно даже долгожданное. То есть ты работаешь, ты тренируешься, ты выходишь на результат, ты думаешь о нем и хочешь его взять. И поэтому приезжая на соревнования такие, то есть ты выкладываешься по полной программе. Ивановские спортсмены в составе сборной России по спортивной аэробике завоевали четыре медали на главных стартах Старого Света. Чемпионат и первенство Европы по спортивной аэробике прошли в Баку. Воспитанник областной спортшколы номер два Антон Колобов стал двукратным победителем первенства Европы среди юниоров. Он завоевал золотые медали в дисциплине соло и командном зачете. В соревнованиях такого уровня это чемпионаты мира и чемпионаты Европы. Спортсмены Ивановской области, в частности мои спортсмены, принимают участие на протяжении последних лет 10-15, может быть больше. Для того, чтобы на них попасть, нужно попасть в состав команды сборной страны, это занять первое-второе место на чемпионате России данного года. Либо уже стоять в какой-то групповой номинации, которая идет совместно, уже став со всей страны. Как, например, Шишигин Антон номинации «Дэнс». На чемпионате Европы в номинации «Танцевальная гимнастика» Антон Шишигин стал серебряным призером соревнований. Золотую медаль он завоевал по итогам командного зачета. Российская сборная впервые в истории стала победителем чемпионата Европы в этой категории. Кроме того, Антон Шишигин и Мария Терешина заняли пятое место в соревнованиях пар. Мы с Марией выступали в паре. У нас вообще весело перед выходом, перед сам за 10 минут. У Марии в тренировочный процесс зацепились колготки, порвались. Она бедная убежала переодеваться. Прибежала, прямо вышла, встряхнулась, и мы пошли выступать. Но я думаю, что для нее это как раз на руку сыграло. То есть она не успела задуматься об этих всех переживаниях. Хотя она очень опытная спортсменка, у нее много позади больших стартов и успехов. Она чемпионка мира. Но тяжело в том плане, что она понимает, что она молодой спортсмен, сборной, именно взрослый. А я как бы уже самый опытный там. В плане хореографическом и в плане взаимодействия наша пара многим очень нравится. И она нам нравится очень. И поэтому ее делать на соревнованиях, конечно, хочется. И это происходит с удовольствием, когда ты на соревнованиях делаешь. Но на тренировках не всегда так получается. На ремонт стадиона «Текстильщик» руководство области выделит 15 миллионов рублей. Эти средства необходимы, чтобы подготовить домашнюю арену к выступлению команды Футбольной национальной лиги. Если стадион приведут в порядок, праздник футбола придет и в наш город. Поздравить футбольный клуб «Текстильщик» с победой в первенстве России среди команд ПФЛ 2-го дивизиона приехал губернатор Станислав Воскресенский. Работа по комплектованию команды к предстоящему сезону уже ведется, но пока фамилии не называют. Команде «Текстильщика» предстоит много путешествовать, ездить по городам страны и играть в гостях. Для этого нужна подготовка, особый настрой, но и для победы просто необходимы болельщики, которые мечтают о домашних матчах «Текстильщика». Мы в этой связи сейчас выделили уже деньги в бюджете на ремонт стадиона. Будет частично отремонтировано поле, освещение, еще будет проведено ряд работ, раздевалки, чтобы целиком соответствовать требованиям, лицензионам, которые сейчас жесткие, для того, чтобы играть и побеждать, надеюсь, в ФНЛ. И еще одна хорошая новость напоследок. В Иванове появится студенческий бассейн. Ивановский энергоуниверситет из федерального бюджета получит 217 миллионов рублей на его строительство. Завершить работы планируют в 2021 году. 10 миллионов выделят уже в этом году на проектные и изыскательские работы. Здание бассейна планируют построить на перекрестке улиц Рафаковской и Красных Зорь. И тем самым появится возможность студентам всех вузов областного центра, а также жителям города Иваново всех возрастов заниматься водными видами спорта. На этом наш спортивный выпуск завершается. Любите спорт в себе, а не себя в спорте. До новых встреч, друзья! Редактор субтитров А.Семкин